Сегодня наша тема будет, ну, планировалась, как у вас написано в программке, про тестирование REST API с примерами и все такое прочее. Но в процессе подготовки я понял, что рассказывать примеры на технологиях, которые, возможно, не всем знакомы, не очень хорошо. Поэтому мы больше будем говорить про связку с POC плюс груви в контексте REST API. И я думаю, что это будет полезно. Для начала, кто из вас здесь автоматизаторы на Java? О, класс. А кто автоматизирует на груви? Очень круто. Это супер. Кто знает, что такое SPOC? А кто его использует? Тогда этот доклад будет вам реально полезен. Потому что много джавистов. Груви — это технология, которая очень близка к Java, запускается на JVM, но все по порядку. Итак, меня зовут Ярослав. Я работаю в компании GlobalLogic. На QA Fest я уже третий раз. И это первый раз, когда я выступаю первым. Первым выступает всегда отлично, потому что ты можешь показать эту пирамиду первым. Все остальные после тебя уже будут ссылаться на меня. Все знают, что за пирамида, что она означает? Прекрасно. Наше тестирование REST API находится где-то вот в этом месте. Но используя SPOC и груви мы можем покрыть это полностью. Начиная снизу, заканчивая верхом. И это очень клево. Кто вообще делает тестирование REST API? Кто занимается тестированием REST API? Окей. То есть рассказывать вам, что такое REST full service бесполезно. Окей. Кто мне скажет, что такое REST full service? Я часто провожу собеседы, и мне говорят, что это протокол. По которому там что-то взаимодействует. Нет, это полный бред, потому что REST это не протокол. Это набор архитектурных принципов, согласно которым строится общение между сервисами в распределенных системах. То есть это просто набор каких-то ограничений, в которых нельзя так просто взять и хранить стейты на сервере. Есть определенные правила. И если ваш сервис построен по этим правилам, то он может называться REST full. Если нет, то нет. Это с точки зрения разработчика. Тестирование REST сервисов глазами тестировщика выглядит очень-очень просто. У нас есть два компонента системы. Они общаются между собой. В вебе это чаще всего протокол HTTP. И есть HTTP message, в котором есть заголовок, тело, какие-то методы, адрес ресурса, и мы просто его шлем. Потом мы получаем респонс, у которого есть какой-то статус-код. Тоже есть какие-то заголовки и, возможно, есть тело. Скорее всего, чаще есть. И наша задача как тестировщика сформировать вот этот message, послать его куда надо, получить, проанализировать. Все. Ничего сложного в этом нет абсолютно. Вопрос заключается только в том, какой инструмент использовать для того, чтобы делать все эти простые действия. Обычно, я не знаю, как у вас, но у нас на проекте, почему вообще вот это все родилось? Потому что у нас возникла задача автоматизировать какой-то REST API. Соответственно, нам сказали, давайте, ребята, с чего-то начинайте, и мы начали. С чего обычно начинают тестирование REST API? Кто скажет? SOAP UI. Очень крутая UI-ная тулза, которая позволяет довольно просто войти в этот мир, попробовать что-то там. И большой плюс этой тулзы то, что есть плагинчик для Mavon и написанные тесты в SOAP UI. Мы можем спокойно запускать наши TI и не париться. Но это немножко другая тема. Все бы все хорошо, но это UI-ная тулза. То есть в какой-то момент времени вы начинаете просто от этого разнообразия окошек сходить с ума. Другая плохая вещь в SOAP UI это вот что здесь плохого? Кто мне скажет? Сходу. Да, у нас есть нарушение принципа do not repeat yourself, которое потом в будущем может привести к каким-то глупым последствиям. Кроме того, программирование в SOAP UI это такой copy-paste. Вы сделали какие-то блоки графические и как кубики лего их копируете в свои тесты. Если где-то что-то меняется, пожалуйста, это все отдельные инстансы, в каждом руками поменяйте, все будет хорошо. Поэтому для каких-то серьезных вещей мы от этого отказались. Но SOAP UI очень классно использовать для manual тестировщиков. Им объяснить, что это такое, как посылать запросы, и, пожалуйста, они могут автоматизировать какие-то свои рутинные таски. Очень полезная вещь. Соответственно, SOAP UI не канает. Сначала канает то, что у нас backend написан на Java. Поэтому у нас есть Java, на которой мы можем тоже писать какие-то тесты. Для того, чтобы слать реквесты, анализировать респонсы, мы используем библиотечку RESTOSURT. Очень клевая тема в Java. Позволяет делать практически все. Очень хорошо. Для того, чтобы ранить тесты, мы берем, естественно, test ng. Почему, естественно, а не junit? Потому что так служилось исторически. У нас тесты населения, у меня написаны все на test ng, и что-то менять не очень хотелось. Ну и билдится это все Mavan, потому что сам проект полностью на Mavan завязан. То есть мы туда очень просто интегрируемся, и у нас на какой-то из фаз запускаются вот эти RESTAP integration тесты, и все довольны. Но в чем проблема здесь? Проблема в том, что Java сама по себе немножко, как это сказать, она избыточна для тестирования. Для того, чтобы в Java делать, например, парсинг каких-то JSON, XML, нужно писать вот такие килобайты кода. И давайте будем честны с собой. Второй автоматизаторы зачастую, где-то в 80% случаев, это не очень хорошие разработчики. И код парсинга XML, написанный со средним автоматизатором, выглядит просто как атомная война. Этого надо избегать. И в какой-то момент мы поняли, что, ну блин, зачем нам Java для такой простой вещи? Послать, получить, проанализировать. Там Java не нужна. Есть прекрасный вариант Groovy. Groovy интегрируется легко в любой Java проект, и проблем никаких нет. Очень лаконичный синтекс, и сейчас я вам все покажу дальше. Вы сами поймете, почему я за Groovy. Но тут возникла проблема в том, что Groovy не дружит с TestNG. Он дружит с JUnit, и как бы это не проблема Groovy, это проблема TestNG на самом деле. Мы не хотели переходить почему-то на JUnit, потому что JUnit это опять же Java style, и как бы не то. Нам посоветовали наши разработчики, очень умные люди, использовать Spock. Spock это TestRunner чисто для Groovy, и возможно даже для Java, ну там нужно немножечко попотеть. Но суть не в том. Суть в том, что Spock это очень крутая тема, как оказалось потом. И зря мы ее не использовали в самом начале. Соответственно, если мы используем Groovy и Spock, то Rastashurred мы меняем на такую библиотечку, которая называется RastClient, и все прекрасно. Maven остается. То есть не надо никого типа третировать тем, что давайте перейдем на Grindel, а у нас весь проект на Maven, и все нормально. Вот. И в итоге образовалась вот такая вот связка технологий Groovy, RastClient, Spock и Maven. Давайте теперь я вам расскажу, почему именно вот так, а не как-то иначе. Вопросы какие-то есть вот на этой стадии? Все понятно? Да. UI – это другая тема. Сейчас у нас UI-ный фреймарк все еще на Java, потому что там очень-очень-очень все завязано, и вот так переходить на Groovy сложно. Но все новые тесты мы хотим писать на Groovy дальше. Вот. Если у вас вариант, что вы начинаете все с нуля, то лучше использовать вот эту штуку. Он реально лучше. Selenium-тесты здесь пишутся на ура. PageObject и все дела. В синтаксисе Groovy все хорошо. Итак, почему Groovy? Во-первых, что такое Groovy? Groovy – это объектно-ориентированный язык программирования с динамической типизацией. То есть вы не должны… То есть язык вас не обязывает каждый раз объявлять какие-то переменные и прописывать им типы, что это будет интеджер, это стринг, это еще что-то. Groovy сам раздупляется. Это очень сильно упрощает все. Ну, правда, оно может привести к каким-то интересным последствиям, но пока что мы считаем, что это круто. Groovy позволяет… Там есть много синтаксического сахара, который уменьшает тупо объем кода, объем лишней писанины. Например, вот такая вот конструкция. Что она делает? Она объявляет три переменных a, b, c и сразу в них присылает значение 10, 20 и какую-то стрингу фу в одну строчку. Вообще без проблем. Либо это же можно сделать немножко по-другому. Можно объявить массив, можно объявить три переменных и просто эти переменные инициализировать этим массивом. Пожалуйста. Но это уже три строчки. Понятно, что здесь написано? Очень круто. Кроме того, можно сделать вообще такой мега-огонь. У нас есть какая-то стринга. Мы применяем к ней сплит, и она автоматически раскидывает свои сабстринги по нужным нам переменным. Просто песня. В каком-то там тестировании, получении какого-то респонса, ба-бах, все готово. Клево? Молодцы. Итак, что там еще есть хорошего? Циклы. Очень просто. Типа от 0 до 9. Не надо вот этому там и плюс, плюс, больше, равно, тря-ля-ля. Просто написали, все работает. Либо вот так вот. Пройтись по массиву и взять значение 0, 1, 5, 6, 15. Вообще элементарно. Либо вот так вот. Это мапа. Заметили, как мапа объявляется в груве? Мы просто пишем k-value, k-value, k-value. Помните, как она объявляется в java? Мегатонна кода. New, object, k-blah-blah-blah, add, 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 add. Короче, в груве это все прекрасно работает. То есть мы объявили мапу, объявили какую-то переменную x, и потом мы итерируемся по этой мапе, берем оттуда value, и все работает. Три строчки кода, никакого геморроя. Все прекрасно. Чем еще крут в груве? Самая крутая фишка в груве – это assertion. Сейчас я покажу, почему. Представьте себе, что у нас есть три переменных x, y, z. И в них хранятся 2, 7, 5. Еще одна крутая фишка в груве – это замыкание. То есть замыкание – это такая, короче, штука, которая позволяет вам описать функцию в одну строчку. Ну, это если очень просто говоря. То есть здесь что происходит? У нас есть две переменных a, b, которые подаются на вход. И потом мы эти a, b умножаем, добавляем единичку и возвращаем. То есть когда мы вызываем вот этот вот calc с параметрами a, b, то на выходе у нас будет произведение a и b и плюс 1. Например, вот здесь вот. Когда мы пишем assert, calc x, y, вот эта штука нам возвратит x у нас 2, y, 7. То есть 2 умножить на 7, 14, плюс 1, 15. Вот эта штука у нас будет равна x плюс z. 2 и 5, 7. То есть вот тут будет 15, вот тут будет 7. Если мы сделаем такой assert на java, какой будет результат? У нас будет написано, что там assertion, error, expected, 15, actual, 7. Все. И дальше какой-то stack trace такой километровый. В груве это выглядит вот так вот. То есть у нас написано, что вот этот closure, вот этот вернул 15, туда передали 2, передали 7. Сравнение у нас false. x у нас 2, это 5, это 7. То есть абсолютно понятно, что произошло. И когда у нас в каком-то тесте что-то упало, какой-то assert сработал, мы можем сразу понять, что мы в него передали и почему оно упало. Это очень и очень сильно упрощает дебаггинг и прочие-прочие вещи. Круто? Вот, это огонь. Вы просто еще не осознали, насколько это огонь. Вот когда начнете с этим работать, я думаю, что вы начнете. Вы должны начать это делать, потому что это реально клево. Двигаемся дальше. Строки. В груве есть, в общем, два типа строк. Это обычные строки, которые в одинарных кавычках. Это стандартная Java строка, как набор символов. Есть еще грувишные строки. Они заключаются в двойные кавычки. Это так называемый interpolated string. И они работают немного по-другому. В них можно, например, объявить вот такую вот штуку. И вместо вот этого placeholder у нас вставится QA-fast. По аналогии с Java, string, format, %s, бла-бла-бла. Короче, вот эта вот длинная хренатень, она здесь умещается, опять же, в одну строку. Мега круто. Кроме того, есть такое понятие, как multiline. Короче, строка в несколько строк. В общем, такая строка обрамляется тройными одинарными кавычками. И вот мы просто пишем, как оно есть, автоматически будет добавляться здесь перевод строки. То есть зачем это нужно? Когда у нас, допустим, есть какой-то JSON-респонс или там XML-респонс, и нам приходит, короче, такой форматированный текст. Для того, чтобы его скормить в стринге jvish'ной, нужно еще, короче, либо поубирать все переводы строк, либо там поставить, короче, всякие символы. Да ну, блин, в груви ты просто копипестишь и все, whatever. Обрамил там и все работает. Кроме того, такую же штуку можно сделать и с тройными двойными кавычками. Тогда туда еще можно будет вставлять параметры и будет вообще шоколад. Кроме того, груви, поскольку это язык динамический, он позволяет делать вообще очень странные вещи. Например, как вы думаете, что будет, если выполнится вот этот кусочек кода? Правильно. То есть мы берем вот эту строку. Пишем ее пять раз, потом в конце прописываем вот эту. Получается вот такая вот колбаска. Вообще мега. Зачем? Хороший вопрос. Зачем? Например, вам нужно нарисовать что-то. Какой-то прогресс бар или еще какую-то фигню. Это я просто продемонстрировал то, что мы можем мешать вот разные типы и они как-то работают интересным образом. Это надо учитывать в тех случаях, но я потом покажу, если у нас останется время, к чему это может привести. Дальше. Самое главное, что нам из этого всего нужно, это как-то работать с JSON, соответственно, и с XML, то есть как-то их обрабатывать. В Груве есть офигенная библиотека, называется JSON Slurper. Кто, кстати, знает, как расшифровывается Slurper, как его на русский перевести? Потому что Urban Dictionary мне показывает очень какие-то странные варианты. И мне кажется, что Pornhub написан на Груве где-то в каком-то месте. В общем, по-английски Slurper это как сербать, чавкать, что-то такое, всасыватель какой-то. То есть я это перевожу как всасыватель JSON. То есть мы объявляем вот этот всасыватель. Ладно, я буду говорить Slurper, так лучше. И что у нас происходит? Там есть метод parseText, в который мы передаем JSON и, собственно, все. Больше нам ничего не надо. Теперь у нас вот этот result, это уже готовый объект, к которому мы можем доступаться. Например, у нас есть здесь conf, conf nameQFest. Все, мы можем с ним работать. Нам не надо этого геморроя с километровыми непонятными парсерами JSON. Все есть из коробки. Аналогично мы можем достучаться до типа… То есть вот здесь string, здесь уже integer. Он сам это все раздупляется. У нас есть там методы, которые позволяют понять размер. Назад. Так же, если у нас есть какой-то массив, несколько параметров, мы к ним доступаемся по индексам, все прекрасно работает. Это реально круто. То же самое с XML. У нас есть свой XML slurper. I'm sorry, но он есть. Все работает точно так же. Мы парсим текст и у нас уже сразу наш объект XML. Это уже какой-то репрезентация XML, к которому мы можем доступаться, используя некий очень похожий на XPath синтексис. Например, name выдаст нам название нашего рута. Вот такая вот штука с собакой, как в XPath. Оно нам покажет, что нам нужно взять ноду с названием one и там взять значение параметра a1. Все очень клево. Точно так же можем вытащить текст. И мы можем, например, итерироваться по элементам. Вот мы берем кореневой наш элемент и по нем лазим по всем его child-дам. Короче, все очень просто. Все, что нам нужно, это просто объявить вот этот slurper и использовать его дальше. Опять же, не нужно никаких километровых кодов. Точно так же работает и в обратную сторону. Мы можем сериализировать в JSON либо в XML таким же простым образом. Круто? Супер. Теперь идем дальше. С груви понятно. Да. Респект. Итак, Spock. Spock – это другая крутая фишка, которую можно использовать для тестирования. То есть в груви понятно, насколько оно сильно упрощает, если сравнивать с Java, Javista. Да? Вот реально гораздо-гораздо проще. При этом груви – это объектно-ориентированный язык. Вы можете писать классы, наследные, всякие абстракции. Всю ту же муть. Плюс груви позволяет использовать уже готовые Javish какие-то методы. То есть у вас есть какая-то фреймворк уже на Java. Он элементарно подключается к грувишным классам, и вы их используете просто из груви. Более того, любой Java код является валидным груви кодом. Все вообще супер. Да, вопрос там был. Спасибо. Ну, смотри, если… Короче, ты смотришь на ассерты. Если ты используешь правильные ассерты, то ты видишь, что у тебя что-то получилось, и там есть descriptive message. То есть понятно, что происходит. Я сейчас попробую показать. Но иногда, да, бывают забавные ситуации. Но все равно можно разобраться. Не сложно. Итак, Spock. Spock — это, во-первых, testing framework. Он построен на базе G-unit, но это не только testing framework. Spock на самом деле изначально разрабатывался как фреймворк для unit-тестов. И идея была в том, чтобы… Ух ты, слезло форматирование. Чтобы имплементировать спецификации BDD туда. То есть это такой фреймворк тестов, в котором пишутся по спецификациям behavior-driven development. То есть там есть блоки when, given, when, then. Вот это вот вся муть. Там все называется спецификациями. Фикстуры, тра-ля. Не суть. Он это имплементирует. И на самом деле это очень хорошо. Опять же я сейчас попытаюсь показать, почему это хорошо и как это упрощает нам жизнь. Ну и в-третьих, это mocking framework. То есть это такой комбайн G-unit, J-behave и какого-то makita в одном флаконе. Работает оно прекрасно, потому что пишется на груве. То есть нет какого-то overhead по количеству кода, каких-то буквочек лишних, всякой фигни. Все хорошо. Как выглядит обычный тест, ну тест-класс на споке? Во-первых, тест-классы называются там спецификациями, как в BDD. И они все наследуются от класса specification из spoklang. Внутри, то есть я буду их все время сравнивать либо с G-unit, либо с testng. То есть это аналог тест-класса в G-unit или в testng. Один в один. Внутри этого тест-класса возможны четыре типа сущностей. Первый это филды, потом методы фикстур, методы фич и какие-то хелперы. Что такое филды? Давайте будем по ходу. То есть филд это обычное поле класса, в котором мы объявляем какой-то объект, который мы будем использовать в нашем тесте. Фишка спока в том, что, допустим, мы здесь объявили и проинициализировали вот этот объект, и у нас есть некоторые тестовые методы дальше. И где мы это используем? Для каждого тестового метода спок будет автоматически создавать новый инстанс вот этого объекта. То есть у нас тесты будут изолированы друг от друга абсолютно. Нужно время, чтобы осознать. То есть если мы, например, здесь объявили какой-то веб-драйвер, ну грубо говоря, то в каждом новом тесте это будет новый инстанс веб-драйвера. Оно, возможно, никому не нужно, но это помогает сделать тесты абсолютно независимыми. Это круто. В тех случаях, когда нам нужен какой-то объект, чтобы он использовался в наших тестах всех, мы можем добавить аннотацию shared, и этот ресурс будет, ну вот он инициализируется здесь и будет использоваться всеми тестами. Понятно. Ну, клево это или не клево, надо осознать. Я говорю, что клево, гарантирую. Дальше. Методы фикстур, которые идут после объекта, ну то есть они могут быть на самом деле в любом месте нашей спецификации. Это аналоги before и after классов. Да, before и after методов. То есть фикстура, которая называется setup, вот именно так и никак иначе, она будет запускаться перед каждым тестовым методом. И, соответственно, cleanup будет запускаться после. Это аналог, раз, раз, раз. Это аналог before и after в JUnity или before метод, after метод в TestNG. И setup spec и cleanup spec это аналоги before и after класса. Что в JUnity, что в TestNG. Понятно. То есть сюда мы втыкаем вот эти вот все вещи, которые должны что-то там нам setupить или удалять. Нет. Он на самом деле не всегда нужен. Потому что вы можете объявить какой-то базовый класс, где он у вас есть, потом все остальные тесты от него наследовать. Это будет как бы before suit. Ну, тут надо уйти немножко от TestNG. TestNG нас учит плохому. Вот реально плохому. Хотя он крутой, не спорю. Дальше. Самое интересное, это, собственно, фичи методы. Это наши тесты. Тестовые методы. Что у них интересно, это то, что они очень странно объявляются. То есть они выглядят как стринга. Они ведут себя как стринга. Чем это клево? То есть, допустим, у нас есть какой-то тестовый метод там в JUnity или в TestNG. Когда у нас идет тесты, идут, 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 и мы смотрим влог, у нас есть там название нашего метода, там бла-бла-бла. Оно не всегда дескриптивно. Здесь мы можем написать просто словами, что этот тест тестирует это с пробелами, со всей клевой фигней, с форматированием, и оно будет показано так в влогах. Клево. И внутри нашего тестового метода есть набор определенных блоков. Вот эти блоки, это как раз самая вот эта интересная штука, которая делает Spock Behavior Driven Development Framework. Что делают блоки внутри нашего тестового метода? То есть, первое, они могут настроить, ну, должны настроить параметры теста. То есть, провести какой-то сетап. Это не общий сетап для класса, это внутри самого тестового метода. Потом мы должны как-то воздействовать на систему, послать туда какой-то стимул и описать ожидаемый ответ от системы. И в конце все почистить. То есть, тест что делает? Он сетапится. Вот этих вот двух может не быть. Но какой-то стимул и респонс должен быть обязательно, потому что это не тест. То есть, это аналог действия сорта, действия сорта. Только здесь сделано гораздо круче. И вот эти вот блоки называются setup, when, then, expect, clean up и where. То есть, вот прямо в тексте пишется сетап и под ним пишутся методы, которые делают сетап. Потом пишется when методы, которые что-то там делают, ну, и так дальше. Итак, у нас сетап. Собственно, сетап. When это стимул. То есть, when это послать в систему что-то. Then получить респонс. То есть, здесь мы в блоке then описываем то, что мы ожидаем от системы. Вот в очень красивом виде. То есть, вот это ожидается вот это. Сейчас покажу. Expect это такой хитрый блок, который одновременно и стимул, и респонс. То есть, в блоке expect мы можем написать, как действия, которые воздействуют на систему, так и проанализировать результат. Clean up, clean up. И блок where это очень интересная штука. Он влияет на вот это вот все вместе. В блоке where задаются данные, которые будут использоваться в вот этих всех остальных блоках. То есть, таким образом мы можем делать data-driven development элементарно просто. Извините. Итак, давайте посмотрим маленькие примеры. Например, у нас есть блок when, где мы говорим, что вот в переменную x засовываем результат функции максимум 1 или 2. И в блоке then мы ожидаем, что x равен 2, потому что 2 это больше, чем 1. И это все, это тест. Когда мы его запустим, он пройдет. Если мы, например, здесь напишем не 2, а 8, он упадет с красивым assert, где будет видно, что куда упало, какие данные переданы и все такое. То есть, это весь тест. Не надо писать assert, там вот это вот, короче, куча-куча ненужного кода. Все красиво и лаконично. Это же все можно заменить вот в одну строчку. В блоке expect, который и посылает что-то в систему, вот здесь делает систему, и описывает ожидаемый результат. Тоже очень просто. Просто? Вижу, что просто. Идем дальше. Посмотрим на какой-то более-менее близкий к реальности тест. У нас есть спецификация, которая называется database-driven specification. Первым делом мы объявляем в shard поле SQL, тра-ля-ля. То есть вот здесь мы объявили instance in memory database в одну строчку. То есть у нас в памяти уже есть база данных, с которой мы можем работать. Теперь берем фикстуру setup. Создаем в этой базе таблицу с тремя полями. А, B, C. И инсертим в эту таблицу три строки с назначением 2, 7, 7, 5, 4, 5 и так дальше. Все. У нас есть база данных. В ней есть табличка с тремя полями. И, короче, эта табличка заполнена данными. Perfect. Вместо вот этого мы можем подключить здесь уже готовую базу данных и работать с ней в одну строчку. Теперь мы пишем тест, собственно, нашу фичу, которая будет тестировать максимум с двух numbers. То, что было в предыдущем примере. Выглядит это вот так. Мы expect, что у нас значения A и B, которые передаются в функцию max, будет равно C. А вот эти A, B и C мы берем из базы данных вот в таком элементарно простом виде. То есть мы здесь говорим, что A, B и C должны быть заполнены данными, которые возвращают вот это квыря из нашей базы данных. Все. В итоге у нас в переменных A, B, C вот этот вот результат будет итерироваться три раза. Первый раз мы проведем этот тест с данными вот этими, второй раз с данными вот этими, третий раз с данными вот этими. Все. Не надо писать data provider, тра-ля-ля. Короче, вот эту вот всю ненужную штуку. Очень-очень просто. Кто пишет на TestNG-тесты? Вы оценили эту штуку? Пока еще нет. Давайте пойдем дальше. Та же самая спецификация, но без использования базы данных. Выглядит вот так. То есть то же самое, только мы данные описываем в виде вот таких вот, короче, таблиц или как это можно назвать. Если у вас где-то есть данные, которые хранятся на конфлуенции, то вы просто берете, открыете табличку, перейти в этот конфлуенц-маркап, скопировать эту всю штуку, вставить сюда, и у вас уже готовый источник данных. Все просто. Вопросы? Можно. Там можно все что угодно сделать, но об этом я в этом не успею рассказать, но можно, поверьте. Ой, мамочки. Sorry. Так, идем дальше. Что у нас еще здесь есть? Да. Порядок выполнения тестов. Кто знает, в каком порядке тесты выполняются в test.ng? Ну, в каком? Ну, у нас есть тестовый класс, и там есть несколько тестовых методов. В каком порядке они будут выполняться? Тут есть много вариантов. Первый вариант, они будут выполняться в алфавитном порядке, если нет никаких аннотаций dependent или прочее, если нет priority и т.д. и т.п. Если мы хотим, чтобы тесты выполнялись друг за другом, ну, это тупо hell, потому что они могут у нас называться по-разному, нужно ставить dependency, что не очень хорошо. В Spoke все просто. Они выполняются, вот как они написаны, так и выполняются. Потому что это Groovy, ну, реально. Подожди. Они выполняются друг за другом. И, допустим, мы хотим сделать какие-то зависимости, что не надо делать, но иногда все-таки нужно. Для того, чтобы сделать зависимость, что вот этот тест, например, должен пройти только когда прошли два предыдущих, в test.ng надо написать dependent on, и все равно ты не гарантируешь порядок выполнения, потому что там просто ad hoc. В Spoke мы просто пишем аннотацию stepwise. Все. Эти штуки будут выполняться друг за другом. Если какой-то упадет, все остальные будут проскипаны автоматически. Все очень просто. Я потом попробую показать, как вот этот пример работает. У нас еще там 10 минут. Я не услышал вопроса. Тогда вам надо убрать stepwise. И не будет идти дальше. То есть здесь assert, они soft. Даже вот в том примере, который был предыдущий, но я не буду показать, про базу данных. Если там что-то упадет, какой-то тест, остальные тесты все равно проранятся. Просто один упадет. То есть там soft search, но можно сделать и hard, но не нужно. Итак, идем дальше. Что у нас дальше? Да. Есть еще и другие аннотации, которые очень полезны. Например, ignore. Она говорит, что мы игнорируем тесты, которые находятся в этой спецификации полностью. Там можно прописать еще ignore but. Не помню как. Короче, мы можем игнорировать всю спецификацию, но некоторые тесты из них все-таки запускать. Есть условный ignore. То есть мы это игнорируем, если у нас винда. Заметили, что есть на русском? Мы можем спокойно называть наши методы, наши фичи методы русскими именами. То есть пишешь обычный понятный человеческий текст. Кто тестирует один из бухгалтерии, тот поймет. Все довольны. При этом вот этот тест запустится, везде, но не на винде. Аналогично есть наоборот. Required. Вот эта штука будет вот только на винде, потому что если не на винде, то зачем же мне это надо? Кроме того, есть вот такая очень удобная аннотация, которая называется timeout, в которой мы задаем время, отведенное на работу нашего тестового метода. Если мы работаем дольше, мы падаем с timeout exception. Очень классно и очень удобно. Это, наверное, все. Нет, не все. А есть еще, поскольку это спецификация BDD, то мы можем прописать для наших фич, методов и всего прочего, какие-то narrative истории, title и все прочее. То есть для нашего тестового класса, для спецификации Groovy не позволяет на этом уровне делать текстовое название. То есть здесь обычное название, которое там camel case или что угодно. Для того, чтобы оно хорошо выглядело в репортах, мы можем прописать title. Кроме того, мы можем прописать narrative, целую story в несколько строк, и она будет видна, то есть что вот это вот такая story, мы ее тестируем, все будет красиво и хорошо. Кроме того, мы можем аннотацией issue вписать сюда либо линк, либо номер issue, который покрывает этот тест. Для того, чтобы можно было удобно потом считать покрытие и вообще видеть, что у нас автоматизировано, что нет. Ну, тоже мега крутая штука. На самом деле такая же штука есть в алюре, который репортинг. И сюда алюр прикручивается просто на ура. И он у нас прикручен, и там репорты вообще бомбезные. Все работает, все линки нажимаются, все приходит, тест прошел. Там, короче, супер-пупер. Ну и REST client, который используется в наших тестах, это такая настройка над стандартным грувишным HTTP клиентом, который заточен исключительно под REST. Фишка ее в том, что она работает только с методами get, post, put, delete и head, по-моему. И response, который получает, она автоматически парсит и хранит в памяти. То есть мы можем сразу все использовать без каких-либо телодвижений лишних. Вот. Ну это как бы все по докладу. Здесь можно посмотреть, что почитать по этой теме. Сейчас я попробую показать вам пару примеров. Прямо из презентации. Для того, чтобы тестировать тесты на споке, есть вот такая веб-спок-консоль. Сейчас я буду извращаться. Всем видно? То есть вот тут есть какой-то тест, который, опять же, проверяет max 1, 2. Короче, два значения 1 и 2. Но он ожидает, что будет 3. Соответственно, такой тест должен упасть. Он падает. И у нас видно вот результат падения в таком виде. Давайте я сейчас попробую из презентажки вытащить какой-то пример кода, который интересный. С базой данных там не сработает, к сожалению, потому что на сервере, который вот там вот, там не установлена нужная библиотечка с базой данных, и оно не будет работать. Но мы попробуем сделать вот этот вот тест. Вот такой вот. То есть что у нас есть? У нас есть источник данных. Так неудобно спиной туда сидеть. В котором есть данные, собственно. Запускаем. Что у нас получилось? Maximum of two numbers все прошло. Никаких проблем нет. Это все запустилось одним тестом, скоупом. Для того, чтобы оно запускалось не одним скоупом, а запускалось, блин, где оно там есть. Ага, не получилось. Класс. Это не мой ноутбук. Давайте мы сделаем вот так вот. Татышу. Опа. Получилось. Попробуем нажать. А? Нет, здесь не маковская, здесь деловская. Что еще хуже? Итак, короче, когда мы ставим аннотацию unroll, это означает, что вот эти тесты мы разбиваем на независимые три теста. Соответственно, у нас получается результат для независимых трех тестов. Теперь давайте сделаем какую-то каку с этой штукой. Хороший вопрос, я не знаю. Наверное, только перед аннотацией. Можно и перед тестом. Ну, можно и перед тестом. Ну, давайте попробуем. Сейчас опять это будет адская клавиатура. Есть. Да, можно и перед тестом. Все прекрасно. Теперь давайте здесь поменяем какие-то значения. Запустили. Опа, у нас все свалилось. И свалилось оно с понятными сообщениями. Ну, вот это не свалилось, потому что здесь все хорошо. То есть упал тест номер 0. Один нормальный и второй. Вот. Если мы уберем unroll, в принципе, он нам здесь и не нужен. То будет то же самое. Стоп, мы убрали его. Да. Почему-то будет то же самое. Окей. Теперь давайте попробуем. Ну, не-не-не. Он просто не пишет 0.1.2. Он просто пишет их в скопе. Ну, то есть в одном выводе. Но опять же видно, что если тест фейлится, остальные все равно продолжаются. То есть из набора данных прогоняются все данные, которые там есть. Это очень удобно. Так, давайте я попробую сделать. Стучит. Ну-ка, сработает такая. Видно, что мы сделали 2.7, ожидаем 9, а у нас здесь 3. Теперь, короче, давайте немножко извращаться. Мы здесь поставим, например, стрингу. А здесь будем ожидать стрингу. Что произойдет, как вы думаете? Я сам не знаю, давайте посмотрим. Произошло вот что. Метод сумм просто просуммировал эти две вещи. В результате у нас результатом работы функции было 2SA. Все нормально. 3 false, все зашибись. Тут точно так же. То есть он совершенно не ругается на то, что у нас здесь какая-то лажа. Все работает. Но что будет, если мы вот тут поставим какую-то другую штуку? Нет. Здесь произойдет вот такое. То есть он говорит, что у нас здесь строка и здесь строка, но эти строки разные. В них 5 изменений и 0% похожести. Круто. И последнее. Сейчас я попробую добавить сюда немножко похожести. И на этом закончим. Вот. Он говорит, что у нас есть 28% похожести вот в этом месте. Все остальное у нас разное. Я считаю, что это мега. Так, все. На этом я заканчиваю. И прошу задавать вопросы. Продолжение следует...